Всем привет, друзья! С вами Бурбон, я продолжаю играть на проекте Revant, и изначально я хотел кое-какую другую серию заснять, но просто не получилось, поэтому будет следующее. Короче, слушайте внимательно. Сначала мне один чувак написал о том, чтобы я отдал свою машину какому-нибудь бездомному, который нормально играет ТРП. Я подумал, да, почему бы нет, это интересная задумка. Спасибо тебе IG Insiders, надеюсь, что так читается твой ник, чувак. И действительно, я уже попробовал отснять, но дело в том, что я не мог просто найти чуваков, которые куда-нибудь да не спешили. То есть все люди, которых я находил, они были чем-то заняты. Кто-то отправился на работу, кто-то куда-то ехал, кто-то был просто занят, кто-то катался на велосипеде. И то есть я пытался взаимодействовать с многими людьми, но почему-то со мной многие на контакт не шли. Я нашел только одного чувака, то есть поговорил с ним, но, короче, он упустил свой шанс. Я ему хотел же написать, чувак, слушай, типа, есть одно интересное предложение, я хотел его проверить. То есть я его довелся, мы с ним по дороге поговорили. Я такой думаю, ну и окей, если он сейчас будет добрым, то есть он даст мне там на чай, ну не на чай, а просто на бензин, баксов 200, я ему возьму и отдам свой автомобиль там за 1 бакс. А он такой взял, написал просто быстро спасибо, то есть не стал мне слушать и убежал, то есть ушел там на работу. Ну окей, тут он сам виноват и тут он сам упустил свой шанс получить такой вот, ну это нехороший такой автомобиль, если говорить о каких-нибудь там булитах и так далее. Но это неплохой автомобиль, то есть меня он устраивает и, по-моему, получить его на халяву это неплохо. Но поскольку я не смог найти такого человека, я решил этот автомобиль разыграть. И его может получить, в принципе, любой из вас, кто играет на проекте Ревенс. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно просто поставить лайк данному ролику. Также быть подписанным на канал. И да, очень важно о настройках вашего канала. Сейчас на экране показано, как это сделать. Вам нужно убрать галочки, которые позволяют не смотреть, то есть не видеть ваших понравившихся видео и каналов, на которые вы подписаны. Потому что если вы все сделаете, но у вас будут стоять эти галочки, я просто не смогу узнать, на самом деле вы подписаны или нет. Потому что я такую информацию владеть не смогу. И тогда просто вы не победите. И в комментариях под роликом нужно указать вашу ссылку на страницу в ВК. И на стриме, в случайном порядке, я выпишу всех участников. И вот сколько там их будет, скажем, будет 10. То есть в рандоме выберу число от 1 до 10. Будет там 1000 человек, выберу в рандоме число там от 1 до 1000. И случайным образом найду победителя, которому отпишу в ВК и продам ему машину. Самое интересное, как я знаю, на этом проекте не нужно иметь дом, чтобы иметь машину. Поэтому в любом случае машину человек получит. Даже если она не нужна, можно ее продать и получить тоже, ну такое, то есть нормальное количество денег. Поэтому, чуваки, давайте закрепим. Чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно быть подписанным на канал. Также поставить лайк и написать в комментариях о том, что вы участвуете. И в настройках вашего YouTube канала снять галочки с того, чтобы не показывать другим пользователям ролики, которые вам понравились. То есть которому поставили лайк и также каналы, на которые вы подписаны. Давайте отправимся сейчас на биржу труда. Она, как я понимаю, да, вон там, вон. И чуваки, я же получил четвертый левел. А как я знаю, на четвертом левеле тут открываются еще какие-то другие работы, на которых я бы, в принципе, сегодня поработал, посмотрел. Потому что я вот на этом проекте на многих работах уже поработал, которые мне были доступны. Так вот, давайте припаркуем пока что мой автомобиль. Я думаю, что этот чувак, который мне его продал, он не обидится. Потому что мы же отдадим, все-таки сделаем хорошее дело. Просто серьезно, я бы отдал эту машину какому-то чуваку, который просто играет роуплей. Но из-за того, что я не смог такого найти, к сожалению, не получится. Ладно, давайте идем сюда. На четвертом уровне открываются две работы. Это инкассатор и водитель мусоровоза. Но вы знаете, по названию мне нравится больше инкассатор. Так, у вас уже есть работа. Так, давайте уволимся с моей работы. Я же надеюсь, что все нормально там будет. Да, я уволился с работы. Инкассатор. Вот, вы устроены с инкассатором. Мы подписали трудовой договор на 3 часа. О работе и командах вы можете посолить. Хелп, окей. И сегодня хорошенечко так поработаем. Давайте прописываем хелп, работаем. И тут просто ПЛУК, чтобы закрыть машину. Хорошо, тогда справка по системам. Работа. Вот, после... А, нет, это немножко другое. Ладно, короче, как я понял, всего лишь одна команда ПЛУК. А где теперь... А, наверное, GPS работы нужно приписать. Инкассатор. Вот, где это место находится. Мне что-то подсказывает, что в Сан-Фьерро. Я могу, конечно, ошибаться. Но в Лос-Антосе вроде бы нет. Возможно, в Сан-Фьерро. И в Сан-Фьерро нет. Это вообще была Свинтураси. Окей. И то есть, поскольку эта работа открывается с 4 уровня, скорее всего, это просто работа по чекпоинтам. Хотя, быть может, и что-нибудь интересное. Я, кстати, сейчас не туда поехал. Ну, окей. А так, чуваки, что я могу сказать насчет этой машины? Эта машина действительно, как мне кажется, неплохая. То есть, я не назову бы ее прям очень крутой, очень быстрой. Но она действительно неплоха. И да, что касается итогов конкурса. Итоги конкурса будут подведены где-то через неделю на прямой трансляции. То есть, опять же, прям на стриме я все это сделаю. То есть, выберу победителя. И опять же, отпишу в ВК чуваку. И если он будет онлайн, то прям на стриме зайду на Ревен и отдам ему эту машину. А если его не будет в сети, он не просто не ответит. И то потом в один из роликов я вставил фрагмент, где я передал ему, соответственно, эту машину. И будем копить уже на какую-нибудь другую. А так, чуваку, которая передала мне действительно большое спасибо. И серьезно, я не думаю, что ты расстроишься. Но если ты расстроишься, обидишься на меня, то окей. Я могу сейчас поднакопить денег, купить точно такую машину и отдать ее тебе. Просто я не хочу, чтобы кто-то остался обиженным. И просто я решил, что почему бы не разыграть такой вот автомобиль. Так вот, парни, мы уже практически подъехали. Вот я вижу машину инкассаторов. Давайте въезжаем сюда. Кстати, чуваки, такая же машина, как у меня. Как я понимаю, я такой не один. Правда, у той машины диски получше. И почему-то у ней вверху есть перегородка, а у меня нет. Возможно, рандомным образом появляется. Ладно, короче. Давайте идем. И сейчас, наверное, тут же... Нет нигде такой желтой метки, чтобы посмотреть немножко о работе. Но я не вижу. Тогда давайте просто арендуем сейчас машину. Так, аренда бесплатная или нет? Давайте посмотрим. Так, начать рейс? Да, начать рейс. Заберите груз. Он отмечил красным маркером на карте. Транспорт был закрыт, чтобы открыть. Так, он уже сразу был закрыт. И груз, как я понимаю, где-то в Лас-Вентурасе у нас. Да, он в Лас-Вентурасе. Находится, по-моему, около казино, которое на Адвансе, по-моему, еще было. Я уж, правда, не помню его название. Там, где ты играешь не с чуваками, а, можно сказать, с ботом случайным образом. Типа как автоматия. Ну, окей, давайте отправимся туда, посмотрим и, опять же, посмотрим, сколько мы получим. А так, сейчас мы действительно работаем на благо штата, то есть инкассатором. Правда, непонятно, что мы перевозим. Как бы, наверное, потом в банк нужно будет все перевезти. Ну, не знаю. А так, это реально прикольно. Блин, а вот сейчас вот работа инкассатора. Я вот подумал, можно ведь реально... Так, фига себе, тут, кстати, я не думал, что так много их. Вон, уже я увидел двоих, как мимо. Сзади меня один ехал чувак. И... Ой, я проехал ее. Я заговорился немножко и проехал то место. Извиняюсь. И, чуваки, знаете, в чем я подумал? То, что можно с этой машиной провести действительно что-то интересное. Типа, даже не постановочную рпшку, а попробовать обокрасть какого-нибудь этого инкассатора. То есть, собраться с чуваками и действительно попробовать его обокрасть. Возможно, там проделаем с моей Фомой. То есть, там люди есть, в принципе. Вы взяли товар, отвезите его в банк. Отлично, такой банк. Надеюсь, что у Свинтураса или... Да, тут вообще все близко. То есть, это в одном городе все. И, чуваки, действительно... И если, конечно, тот парень, он будет роллплейным. То есть, хотя бы не будет там ничего делать. Такого, знаете, типа бредового что-то. Ааа, нет, ничего не отдам. То действительно, его постараемся отрабить. Это интересно будет, как мне кажется. Но, опять же, это пока что все в планах. Вот, собственно, банк. Давайте посмотрим, сколько мы получим за то, что вот сюда это все довезем. Так вот, продолжить работу. Да, мы получили 500 баксов. Чуваки, вы знаете, это, по-моему, довольно-таки неплохо. 500 баксов, это реально нехило. То есть, буквально за несколько минут. Хотя, я вот не знаю, какая работа выгоднее получается. Мойщик улиц или же все-таки инкассатор. Давайте сейчас еще, наверное, сделаем один круг. А потом еще посмотрим на работу, получается, водитель мусоровоза. То есть, кто зарабатывает больше. Возможно, поскольку они обе открываются на четвертом уровне, то логично представить, что они будут сбалансированы. То есть, на любой работе, то есть, как это сделано в некоторых проектах. То есть, там все работы достопнуты там с первого левела, и они все сбалансированы. То есть, ты просто идешь туда, где тебе больше нравится работать. И заработаешь ты одинаковые деньги. Это, как мне кажется, довольно-таки честно. То есть, к примеру, если тебе нравится работать таксистом, а, скажем, какой-нибудь автобусник зарабатывает больше, и тебе как-то не очень приятно. Согласитесь. Я сейчас, по-моему, поехал не туда. Ну да, я тут, по-моему, уже нигде не заеду. Фак. Хотя, хотя-хотя, не, заеду. По идее, так это, наверное, не предусматривалось. То есть, хотя, почему? Тут специально, наверное, он сделает такой вот зазор, чтобы такие вот хитрецы здесь заезжали. На Diamond где-то и японская мафия, то есть, якудзи. А тут, как я понимаю, тут нет никакой фракции. Тут просто есть закусочная. Хотя тут он тоже бегает какой-то чувак. Так вот, я взял товар. А мне интересно. Так, парень, не, байкер, бро, что такое? Не, чуваки, это нагло. Серьезно, если бы я тебе там сказал довези там, типа, койте по дороге, довези до базы. Великолепно. Это я катаюсь по Лас-Вентурусу, а его база находится либо в деревне, что-то типа, поломлено крик, либо еще какое-то. Либо там, вот в этой вот деревушке, то есть, я просто точно не помню, в каких он байкерах состоит. То есть, либо где-то вот в этой деревне, либо где-то вот в этой области, то есть, вот в этой. И типа, это как-то все равно долго. К тому же, я на работе. Представляете, если к чуваку, который работает инкассатором, подходит какой-то чувак, по виду такой, типа, такой в косухе, то есть, логично представить, что байкер, потому что у него реально косуха была, общается с ним как бы с бро, и просит довезти куда-то. Как-то это стремно. Я сейчас, по-моему, поехал немного не по той дороге, да? Ну, окей, ладно, сойдет. Так, мы получили 544 бакса. Продолжить работу? Да, давайте, наверное, продолжим работу. На самом деле, нет. Хотя, это тут очень рядом находится. Можно было, наверное, и нажимать, типа, нет. Короче, в среднем, наверное, около 500 баксов за перевоз мы сможем заработать. Давайте теперь посмотрим на работу мусоровоза. Я уже на многих проектах работал мусоровоза, и, по сути, она везде была примерно одинаковая. То есть, ты едешь по домам и собираешь мусор. Хотя, это логично, чего еще я хотел от работы мусоровоза. Это, по-моему... А, нет, чуваки, я забыл. Я же не смогу устроиться сейчас на работу мусоровоза по той простой причине, что тут же контракт есть на 3 часа. И не отыграв 3 часа, я не смогу устроиться на какую-либо другую работу. Поэтому ближайшие 3 часа, но кроме, конечно, организации, я не смогу никуда вступить. Блин, я про это и забыл. Ну ладно, куда-то теперь-то надо ехать. Так, не понял. Ё-моё, тут... Наверное, чем дальше заказ, тем больше тебе платят. То есть, наверное, эти километры, они рассчитаны. Допустим, за каждый километр тебе платят по сколько-то баксов. И вот чем дальше заказ, тем больше тебе платят. Это логично. Тампон остановили одного чувака, который тоже работал инкассатором. Интересно, полицейские-то могут вообще останавливать инкассатора? Он же тоже, по идее, относится к таким, типа, госслужащим. Ну не знаю. Так, чувак, ты чё творишь-то вообще? Бесстрашный типон. Вы это видели вообще? Короче, надо сейчас немножко нарушить правила дорожного движения. Я же играю, типа, я же говорил в моем-то ролике. Да, я говорил, сейчас помнил, что я собирался играть роль Тревора. И понимаете, деньги-то нужны Тревору. Поэтому я постараюсь найти заменку Тревора. Вот если на эту заменку Тревора нас кин, это будет просто несказанно круто. Тогда, действительно, я постараюсь так, взять это в армию, взять его в банк. Я постараюсь сделать что-то прям, типа, безумное. То есть, мы будем играть роль Тревора. Мы будем таким, знаете, неким отбросом. Типа, прям вот ненавидеть всех. Пойдем к концу Байкера. Но это пока что не сейчас. Пока что я хотел, наверное, куда пойти? В армию. В армию пойду, посмотрю, что там. Возможно, невозможно. Скорее всего, сделаю там ролик. Чуваки, вы серьезно? Уважаемые жители, сейчас пройдет призыв в нацгвардии. Требование 2 месяца в штате. Водительские права, адекватность. Ё-моё. Как-то это, по-моему, все вовремя. То есть, я только сказал про армию. На самом деле, короче, мы сейчас сидим с лидером армии в скайпе. То есть, просто у него микро выключен. И вот мы с ним договорились, что когда я начинаю говорить про национальную гвардию, то он, короче, прям подает гособъявление. Ладно, это шутка. А то сейчас реально кто-то поверит, что ты серьезно сидел с лидером там каким-то там нацгвардией в скайпе, дебючо. Это же типа блат и так далее. Факт, что за говно, типа, я же нажал, типа, это. Не, нет, закончить. Короче, а где находится GPS? Хотя сейчас не скажут, что на работе нельзя. А нет, можно. Окей, тогда, короче, наверное, важные места. Военкомат. Все, военкомат отмечен на карте. Поэтому давайте сейчас справимся к военкомату. Он находится где-то вот в этой области. Нет, чуваки, он находится вообще где-то в другом месте. Ё-моё. Он находится в Сан-Фьерро вообще. Охренеть. Тогда, чуваки, сейчас поедем в Сан-Фьерро. Хотя нет, я ошибался. За этот груз я получил 518 баксов. Хотя груз, за который я получил, сколько там, 544 вроде бакса, я потратил меньше на него времени. То есть он был ближе, как мне кажется. Тогда, не знаю, по какой системе это определяется. Возможно, еще влияет повреждение машины. То есть, ну, хз, может просто случайные числа, там, скажем, 500 баксов, да, 550, либо там до 600. Короче, я же Тревор, да? Я же могу делать вот так вот, да? Я еще могу перелететь. Главное сейчас это, не перевернуться. Давай, 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 давай. Хорош. Хорош. Мы, короче, подъехали, осталось не 3 литра. Мы уронили дерево, именно уронили. Не сбили, а уронили. Ох, и давайте отправимся сейчас куда-нибудь сюда. Тут вроде бы уже есть различные транспортные средства. Это означает то, что призыв идет. Так, идет загрузка. И смотрим, есть тут кто? Да, я вижу, что вот в этой комнате вроде как есть. Да, отлично. Я буду пятым в очереди. Хорошо. И, чуваки, сейчас, наверное, серию закончу. Потому что тут будет сейчас очень долго, так как у нас сразу не инвайтнут. То есть мы просто сейчас еще вот пойдем вот в этот вот строй. То есть потом, короче, это все будет долго. Поэтому, чуваки, я думаю, что следующая серия уже будет национальной гвардии. Посмотрим на ее функции, что вообще можно делать. А на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я играл в проекте Revan's IP. Ссылочка на группу есть в описании. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok